Тема занятия сегодня бусы. Я принес несколько изделий, чтобы показать как можно использовать бусинки, а потом мы поучимся их лепить. Вот, например, четки. Видите, много бус, они обожжены, это красная глина и потом обожжены еще раз в молоке. Видите, тут в основном одинаковые бусы и одна бусинка совершенно другую форму. И декоративная змея, это я, по-моему, когда-то лепил к году змеи. Видите, тут уже много разных бус, то есть несколько размеров. Поменьше, потом вот такие, как тарелочки, или как диск бусы, потом как конус. Ну, то есть много разных. Все, теперь... Видите, змея. Теперь мы сейчас отложим уже готовые изделия в сторону, чтобы они нам не мешали и попробуем полепить бусы. Все, можно поменять ракурс поближе. Значит, как нам лепить бусы? Мы берем сначала, скатываем колбаску. Потом отщипываем кусочки более-менее одинаковые размера. Вот. И далее скатываем их в шарики. Ну, и дальше. Если буса как шарик, то мы ее еще можно там дополнить. То есть надо более аккуратную такую форму. Потом, смотрите, мы берем ее, протыкаем. Вот. Далее. Значит, можно так и оставить, и то ли раскрашивать, то ли не раскрашивать. А можно как-то попытаться украсить. Ну, допустим, берем спицу и по кругу делаем такой узорчик. Вот. Буса уже с каким-то узорчиком. Можно добавить еще что-нибудь. Ну, например, берем стек и делаем надавливание. Такие вот. Буса уже будет более украшена. Ну, то есть это варианты, да. То есть мы можем наносить разные варианты тиснений. Можно не на все бусы, на какие-то выборочные. Это тоже будет красиво. Они будут лететь часы. Можно поближе, да? Видно. Хорошо. Дальше. Ну, это как бы способы украшения бусы. Формы бусы. Ну, это не обязательно может быть круглые бусы. Можно сделать, допустим, вот такую продолговатую бусину. Раскатать. Потом можно украсить ее каким-то образом. Каким произведением. Вот. Под углами. А можно не украшать. Можно так и оставить. То есть, не важно. Видите? Еще поближе можно. Вот пример. Потом мы снимаем. Далее. Можно сделать бусинки в виде диска. То же самое дырочка. в виде цилиндрика. Смотрите. Цилиндр. Немножко воды, чтобы его загладить. Глина уже начала высыхать. Можно сделать отверстие здесь. Ну и нанизывать его вот так. Таким образом. А можно сделать даже наоборот. Вот. Можно сделать отверстие здесь. И тоже будет довольно оригинальная бусинка. Можно сделать бусину в виде конуса. Видите? Ну, вот так. Как-то украсить. Видите? Ну, допустим, такое. Возможно, вам в голову придут какие-то еще другие формы бусинка. Опять-таки, они могут быть разниться по размеру. И все это можно вместе соединить. Это тоже очень интересно. Значит, важные моменты. Смотрите. Когда вы делаете отверстие, вы должны понимать, что бусины потом будут сохнуть и глина будет сыхаться. Поэтому отверстие надо сделать, ну, достаточного размера. Потому что потом, когда вы будете их собирать на иголку с ниткой, эта иголка должна туда влезть. Это важно, да? И еще один момент. Бусины должны высохнуть и потом их надо почистить. Потому что, когда мы вынимаем наш вот этот стек, тут почти всегда бывают заусенцы. Я не знаю, видно будет или нет, но это почти всегда. Вот у меня сухая бусина. Видите тут неровности? Значит, это надо будет потом убрать. То есть, мы делаем ножом. Просто срезаем. Так, с двух сторон. Подчищаем. Потом почти всегда надо взять, проверить проходимость нашего отверстия. И тут еще можно, допустим, ну, я как-то не взял. Вот у меня тряпочка есть. Лучше мокрая губка даже. То есть, намочить и тут как бы зачистить. То есть, оно тогда будет аккуратно. Видите? Можно поближе. Видите? Более-менее аккуратно. Все. То есть, вот так с каждой бусинкой. Это в конце. Ну, все. Дальше обжиг и бусинки готовы. Дальше можно собирать прекрасные изделия. Нанизывая их на иголку с ниткой. Все.